А теперь о главном политическом событии в стране – общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Для его проведения в регионе открыто 1809 участков. Свой выбор с самого утра делают все жители региона, кроме тех, кто уже проголосовал досрочно 21 июня. Все участковые избирательные комиссии, обеспеченные средствами индивидуальной защиты и антисептиками, в 33-й гимназии Махачкалы, как и везде, голосование проходит с соблюдением перчаточно-масочного режима и социальной дистанции между членами избирательных комиссий и участниками голосования. Среди тех, кто опустил бюллетень в урну – спикер парламента Дагестана Хизриших Саидов. На голосование он пришел вместе с супругой. Глава Народного собрания региона отметил особенную важность некоторых поправок и призвал жителей республики активнее участвовать в голосовании. Конституция вообще-то была принята 27 лет тому назад. Совершенно другие были условия – и политические, и экономические, и социальные. Сегодня мы живем в другой стране, поэтому многое изменилось, выросло новое поколение людей. Я думаю, это логично, что мы сегодня носим поправки, которые позволят поднять авторитет нашей страны еще выше. Затем здесь же, на участке для голосования, Хизриших Саидов принял участие в заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России в режиме видеоконференц-связи. В своем выступлении спикер парламента сообщил о том, что в республике успешно прошло досрочное голосование в труднодоступных районах региона, а также о готовности участков для голосования во всех городах и районах Дагестана. Отмечу в числе первых, кто сделал свой выбор – те, кто планирует выезд из республики, и все, кто исправно исполняет свой гражданский долг. Я сегодня улетаю, поэтому я решила заранее. Все голосуют, но каждый живет в своем городе, они, естественно, будут голосовать герои.